приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья в этом видео мы уделяем внимание крещению господне и поговорим о том что надо знать и что лучше не делать в этот день и друзья крещение господне или богоявления мы все с вами отмечаем 19 января и это великий праздник православие и крещение господне завершает период рождественских праздников и друзья накануне крещения 19 января все мы верующие голодаем до вечера а вечером и отмечаем святой вечер или еще и называют голодную кутью на ужин было принято подавать постные блюда вареники с капустой гречневые блины на масле кучу узвар и рыбу вся семья собиралась за праздничным столом где подавалась лишь постная еда также в этот день готовится кутья из риса изюма и меда также ранее в этот вечер вернувшись и церкви смолебна люди ставили мелом или копотью свина свечи кресты над всеми окнами и дверями ну а уже после ужина все ложки собирали в одну миску и сверху них еще клали хлеб для того чтобы хлеб уродился и обычно люди на крещение посещают богослужения а на них совершают таинство причащение бога явленской водой и в ночь на 19 января в церквях проходит ночное бдение переходящая в утреннюю литургию люди приносят из церкви святую воду домой для того чтобы окропить ею углы комнаты а также уберечь свое жилище членов семьи от нечистой силы в ночь на 19 января принято было всегда загадывать желание также важным действием в крещении является купание в проруби и в купании в проруби на крещение это одна из любимых традиций праздника но хотим сказать что эта традиция не зафиксирована в церковном уставе купаться проруби придумали простые люди и конечно же считается что тот кто три раза окунется в прорубь и в этот день очиститься от грехов отметим что купание биорданях остается для верующих добровольным делом для христиан на крещение главное посетить службу в церкви исповедаться причаститься и принять крещенскую водичку также главное правило без которого купание в проруби теряет смысл заключается в том чтобы заранее исповедоваться и раскаяться нырять в крещенскую воду нужно уже очищенным и с добрыми мыслями так как обливание ледяной водой не принесут благодати сами по себе и окунаясь в воду необходимо трижды перекреститься со словами во имя отца и сына и святого духа аминь воду светят дважды накануне то есть 18 января и уже в сам день богоявления 19 января на божественной литургии считается что на крещение вода на сутки становится целебной и сохраняет это свойство на целый год священную водичку пьют тяжело больные люди и и освещают храмы дома и животных загадкой для науки до сих пор является тот факт что крещенская вода не портится она не имеет запаха даже спустя год ее хранения и считается что крещенская вода обладает такой же силой как и воды и ордана в которой и входил иисус христос но что же нельзя делать на крещение господне запрещено запасаться святой водой в огромных количествах в этот день нельзя ссориться ругаться обманывать сплетничать жаловаться и допускать плохие мысли не рекомендуется убираться в этот день и заниматься физическим трудом лучше отдохнуть также в этот день не принято стричь ногти делать маникюр педик педикюр чтобы не внести в судьбу плохие события также нельзя занимать деньги чтобы весь год не жить в долгах не советуют в этот день шить и вязать чтобы не запутать свою судьбу также в этот день нельзя переедать чтобы мысли ваши оставались всегда чистыми ну а после окончания крещенского сочельника 19 января категорически уже запрещалось гадать также строго запрещено и в крещении употреблять алкоголь и другие напитки ну а также нельзя разбавлять святую водичку в этот день